Очень просто. По той же причине, по которой по-прежнему Минфин и Российский Центральный Банк закупают и американские ценные бумаги, и доллары, и все остальное. Потому что так работает механизм государственной власти Соединенных Штатов Америки на территории России. Это заложено в нашу Конституцию 15 статью. Это заложено в систему международных договоров, в статус Центрального Банка, потому что он филиал депозитария МВФ по закону. То есть это никто, закон это не отменял, Конституцию. Поэтому Россия функционирует как провинция американского однополярного мира. И по закону и так функционирует, пока не произойдут какие-то реформы такого революционного характера. Для них нет пока политических условий, поэтому мы по-прежнему живем под управлением Соединенных Штатов Америки. Наш бизнес в офшорах, и все работает исходя из решений за рубежом. Обратите внимание, только сейчас в законе о контрсанкциях поднят вопрос о том, что нужно из наших министерств убрать американских управляющих. Вот только сейчас он поднят, включая Центральный Банк, где американские управляющие, это Оливер Вуман и Прайс Ватерхаус сидят, большие группы сыков управляют политикой Центрального Банка. То есть вопрос только так поднят. Еще он даже не рассматривался Государственной Думой, только внесен проект закона за счет. Золото валютных резервов, чуть больше 10% у нас золота, золотые резервы, то есть доллары, раньше часть размещалась в Соединенных Штатах Америки. Часть размещалась. Мы говорим о металле, что назад часть размещалась в Америке, как, кстати, и все страны почти мира, и Германии, и Франции, там все храняются, и мы хранили там. Вот последние несколько лет эта информация засекречена. То есть мы не знаем, вернула ли Россия, ну как минимум, новые запасы, а мы удвоили или утроили золотой запас за последние несколько лет. Где он хранится, мы не знаем, это государственная тайна. Ну если 60% на сайте ЦБ в России, значит 40% в Америке, да. Но для того, чтобы эти действия предпринять, надо сменить систему законодательства. То есть это действия должны носить публичный характер, публично-правовой. Поэтому если это будет изменяться, то мы это увидим. На сегодняшний кадр мы работаем как часть американского мира. Центральный банк является филиалом МВФ по заказке борьбы. Вы же понимаете, за этими вещами всегда кто власть. Вот если Путин убедит с его концепцией прекращения России подчиняться американскому однополярному миру, помните, что такое однополярный мир? Один центр власти. А представляете, что такое сменить власть? Но это очень глубокий, серьезный процесс, который требует серьезной народной поддержки и расстановки сил. То есть на халяву власть никогда не поменяется. Потому что у власти всегда есть выгодоприобретатель, хозяин. Пока мы подчиняемся американцам, они получают большие с этого выгоды, возможности. Поэтому они так просто власть не отдадут внутри страны.